Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Мураджан Кёзов. В Карачаево-Черкесии стало доброй традицией проведение фамильных сборов. Из самых отдаленных уголков приезжают яркие представители своего рода. И пожилые, и молодые, и мужчины, и женщины, которые связаны единой общностью, собираются вместе для того, чтобы укрепить родственные связи, наладить тесную связь поколений и наметить планы на будущее. На этой неделе в Черкесске прошел сбор рода Чагаровых. Подробности смотрите далее. Впервые фамилия Чагаровы встречаются в летописях духовенства 18 века. По одной из версий происходит от турецкого слова «чакар», которое означает «клин» или «кинжал». В старину это слово использовалось в значении «славы», «известности». Таким образом, можно предположить, что Чагаровы были древними воинами или имели какое-то другое выдающееся звание. Фамилия Чагара встречается в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Осетии, Ставрополье. Это свидетельствует о глубоких корнях и древних традициях. Чагаровых самый дальний предок Хаджимет. Откуда он пришел, мы не знаем, но на протяжении столетий свято чтим те традиции, которые он заложил в основу нашего рода. И сегодня важно сохранять преемственность поколений, приумножать традиции и передавать следующему поколению. Сегодня представители рода Чагаровых принимают самое активное участие в общественно-политической, социально-экономической, культурной и спортивной жизни республики. Мы хотели бы, чтобы мы были не то что там, а в первых рядах, вот в таких случаях. Чтобы мы должны быть примером. Хотя нас мало, но мы должны быть именно примером вот в этих случаях. Поэтому мы гордимся своей родиной, большой родиной и малой родиной. Поэтому от души у нас есть многие ребята, которые сегодня стоят на первых рядах. Мы гордимся ими. Фамильный сбор – это настолько важное мероприятие, что на него приезжают из самых дальних городов и стран, как, например, Дженнис Чагаров, проживающий в Америке уже много лет. Сегодня просто потрясающий день. Я получил много положительных эмоций. Трудно передать, насколько это важное мероприятие для сохранения традиций и обычаев моей малой родины. Одним из самых важных составляющих фамильного сбора Чагаровых является связь поколений. Важно передать молодым традиции и обычаи, которые присущи Чагаровым на протяжении веков. Пускай молодежь знает друг друга. И все будем знать друг друга. Фамилия большая. Все равно не всех знает. Не все люди друг друга знают. Будем знакомиться, будем друг друга. Знать. Будем молодежь знакомить друг с другом. Обычаи будем молодежи вникать. Чтобы, во-первых, мы друг друга узнали. Если будут какие вопросы в жизни, надеемся, что они только будут положительные. Ну, мало ли, если у кого-то какая-то помощь понадобится, чтобы мы могли друг другу помогать, друг друга поддерживать. В программе праздника много песен, танцев и подарков. Общим решением было объявлено, что сбор рода Чагаровых будет проходить периодически на постоянной основе. Мурат Женкёзов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Насколько важны и актуальны духовно-нравственные ориентиры, национальная культура, а также народные традиции и обычаи для воспитания молодежи в современных условиях. Поиск ответов на эти непростые вопросы группой неравнодушных родителей из Карачаевска вылилась в создание инициативного движения, которое уже объединило единомышленников не только из нашей республики, но еще и ряда других регионов. Ну а победителей и призеров тематических интеллектуальных состязаний, организованных движением на увлекательную экскурсию, приняла наша телестудия. Ахмат Халкечев продолжит. Свои объединения единомышленники нарекли предельно символично. Наскнулиру Клара в переводе с карачаевского «Закона счастья». Оно и неудивительно, ведь активисты уверены, что счастье заключено в правильном воспитании своих детей. Ну а для ознакомительной экскурсии наша телестудия тоже выбрана не случайно, потому как мы отне вещаем во всех пяти государственных языках республики. Ребят встретила шеф-редактор слугов вещания на национальных языках Марина Кушпова. Я так поняла, что вы лучший из лучших, которые принимали участие в конкурсе, выиграли. И вот такой поощрительный приз, скажем так, то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Получается, что мы вместе делаем общее дело. И нам будет очень приятно, если вот вы сегодня увидите наше телевидение, подрастете и придете к нам работать. Изначально основной костяк инициативного движения сложился в тематических группах социальных сетей. Активист сообщества Кемал Байрамуков рассказывает, что социальный запрос о создании подобного объединения, которое способствовало духовно-нравственному воспитанию подрастающей молодежи, был от группы родителей города Карачаевска. Практически сразу же благую идею охотно поддержали и активно вовлеклись в организацию мероприятий имама города Карачаевска, станица Старожевая и села Архэс, а также их простые прихожане. От имени родителей премного благодарен в том, что это будет очень полезно. Сомнений нет и для их развития, и для их стимулирования, это несомненно, и для их кругозора очень будет полезно. Огромное вам спасибо за ваш труд каждодневный, который вся Карачаева Черкесия видит и ценит. За неполные три месяца единомышленники успели организовать и провести около десяти различных конкурсов на знание языка, традиции, обычаев, мгурского этикета и основ ислама. Понравилось очень много всего. В дальнейшем, может быть, буду журналистом. О чем будешь рассказывать? Ну, хочу рассказывать новости, традиции Карачаева Черкесии. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, подарки к новому учебному году получат 150 школьников города Старобельск, Луганской Народной Республики. Карачаева Черкесия в рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу» партии «Единая Россия» направила школьные принадлежности юным жителям ЛНР. 150 рюкзаков школьникам города Старобельск передали сенатор Ахмат Салпагаров и депутат Думы Черкеска Султан Узденов. Это наборы первоклассника, нарядные портфели со светоотражающими элементами для учеников младших классов и рюкзаки для ребят постарше. Подарки школьники получат к 1 сентября, чтобы начать Новый год подготовленными. Напомню, что по поручению президента России Владимира Путина об оказании помощи освобожденным территориям новых субъектов России, наша республика подписала соглашение о сотрудничестве с Луганской Народной Республикой и регулярно оказывает поддержку региону. До главного школьного праздника осени Дня Знаний остается совсем немного времени. И большинство родителей, особенно те, у кого ребенок пойдет в первый класс, озадачены вопросами, по какой программе будут учиться их дети и как правильно собрать своего ребенка к школе. В формате непринужденного общения все необходимые подсказки родителям решила дать автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Зайцев Клаб». Ахмад Халкечев продолжит. Помимо отличия единого стандарта образования от того, который действовал до предстоящего учебного года, и как это должно повлиять к сбору ребенка в школу, педагоги от «Зайцев Клаб» и привлеченные спикеры-эксперты поведали родителям о дополнительных формах обучения. Мы хотим, чтобы люди были больше осведомлены о том, как собрать детей правильно в школу, какие новые формы образования есть, почему нужно плавать ребенку, почему некоторые дефекты речи в логопедии, как и когда нужно правильно править, какую нужно обувь одевать. Также для левшей отдельная у нас будет тема, поговорим о том, какие правильные ножницы и все прочие, ручки и прописи для левшей. Для большей продуктивности встречи организаторы на одной площадке собрали не только педагогов и преподавателей дополнительного образования, но и логопедов, ортопедов, а также тех, кто лучше всех разбирается в карандашах, ручках и тетрадях. Есть важные расходы и есть не столь важные расходы. Я после этой встречи обязательно сама сравню, как именно ручка пишет в тетради, где плотность меньше 60 и где больше 60. И если благодаря тому, что я сделаю этот опыт, я увижу разницу, конечно, я буду покупать более плотную бумагу для своего ребенка. День знаний – хоть и праздник, но крайне ответственный день в жизни каждого школьника и его родителей. Ну а чтобы первый день нового очепного года не стал настоящим экзаменом, настрой соустойчивость, необходимо подготовиться к нему правильно и заблаговременно, отмечали все спикеры площадки. Торжественное открытие выставки конкурса «Город мастеров» состоялось в картинной галерее Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчорова. На экспозиции представлены работы мастеров со всей республики. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Вот уже на протяжении многих лет мастера Карачаева-Черкесии удивляют и восхищают своим творчеством, талантом и мастерством. Выставка проводится с целью освещения и пропаганды лучших традиций изобразительного и декоративно-прикладного искусства и для поддержки народных мастеров, отметил министр культуры Карачаевой-Черкесии Зурапа Гирбов. «Яркая, настолько качественная, настолько интересная и многогранная продукция представлена на вашей выставке, что невозможно сразу ее охватить взглядом. И нужно, наверное, не один час здесь провести, чтобы в каждую работу всмотреться и оценить качество вашей работы. Уже пообщавшись здесь с коллегами, с профессионалами, с мастерами, можно отметить, что уровень работ, уровень выставки растет. Спасибо, спасибо организаторам. Действительно, выставка радует вас». На выставке-конкурсе представлены работы самодеятельных мастеров изобразительного и декоративного искусства городов и муниципальных районов нашей республики. Также в течение 10 дней все желающие могут посетить мастер-классы от умельцев. Благодарность участникам выразила заместитель директора Республиканского центра культуры Лариса Бессарабова. «Выставка радует глаз всех посетителей, которые вложили в эти работы свою душу, свое творчество. Удачи им в этом поприще, чтобы у них все получалось, чтобы у них хватило сил, творчества, вдохновения на выполнение вот этих своих замечательных работ. И пускай они радуют глаз всех посетителей этой выставки». Отделы культуры муниципальных районов и городских округов, участники выставки-конкурса, презентуют работы своих мастеров. Традиционно внимание публики привлекали работы живописцев, которые представили яркие полотна. Картины из бисера, различные подделки, украшения, элементы одежды, музыкальные инструменты и многое другое. Все работы особенные и выполнены с душой, отметила начальник отдела культуры Хабецкого района Анна Даурова. «С большой гордостью представляю работы, так как это наши мастера. Хочется, чтобы об этом узнали, увидели многие. Ну и когда их работы вывозишь, и это нравится, просят номера телефонов для изготовления, на заказ. И у них и самих это стимул появляется. Мы ежегодно принимаем участие и стараемся ежегодно привозить работы новых мастеров». Посетить выставку работ самодеятельных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» можно до 31 августа. Выставка проводится при поддержке министра культуры Карачаева Черкесии и Республиканского центра народной культуры в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Дорогами памяти, дорогами мира». Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вести» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова